Валерий Кузьмин 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 А мама каждый день ждет встречи с Господом своим. У нее радость встречи. Тут, говорит, еще нельзя уже поделать. Ну а почему вот атеисты не воспользуются такой практикой? Ну ладно, но ты поверь, ради выгоды даже своей. Это же выгодно верить. Ты же будешь, говорится, в светлом расположении духа постоянно. Ради этого хотя бы поверь, почему ты отрицаешь? Ну вот Жуков, Георгий Константинович, об этом совсем неверующий. И когда его не приняли, не дают ему работать, ни капитры, ничего, и он инфаркт. И вот уже последний раз, последний, он уже лежит, он там больше 20 дней в коме был. И они, говорит, в коридоре, мы, говорит, неверующие, и все стали молиться. Молиться стали. Там дождь выступает, там племянник, то есть это тяга. Мне интересно, понравилось это свидетельство о Вольтере. Это же один из жутких безбожников был, там с Екатериной все заигрывал. Решил уж сына-то я воспитаю. Ну глухонемой нанял няньку. И однажды смотрит, он там пятилетний или какой-то убегает там за куст с Жасминой. Он заглянул к ним, он стоит, там руки поднял или как. Он говорит, ты что делаешь-то здесь, говорит. Ой, говорит, утро хорошее, солнышко, я благодарю, кто это дал. Он не может закрыть. Мы сделаем, Бога не будет, мы истребим его. Крестьяин один говорит, господин, мы надеемся, что вы солнце не закроете и звезды. Мы все равно, говорит, путь к Богу найдем. Откуда это все? Только вспомни это, и у тебя все по-другому будет. Уже будешь кричать, не мама, а господи, помоги. Как пишет у нас рассказ один, он племяннику говорит, ты вот веришь там, что у тебя есть, у тебя голодранец ты. А у меня, смотри, я депутат законодательного собрания, в администрации сижу здесь, считаю, у меня все есть как, никакого Бога нет. В это время ему звонят снизу, там, Владимир Иванович, тут АБХС приехали, сейчас подряд всех проверяют. Он, господи, пронеси мимо. Сразу же, господи, пронеси мимо. Вот и все. А верующий, он всегда молится. Ну, а откуда? Это же так и есть, что человек, он, потому что на душу нуждается, человек по сознанию не осознает. А у души-то потребность есть. А как ты можешь душу свою? Это вот я, как бы, написано, что люди сожженные совестью, да? Надо совесть свою уничтожить, сжечь ее, чтобы ты, как бы, не слышал этого, не обращать внимания на этот голос. А может быть, он тогда и поступать перестает, когда совесть сожжена. Вот я сегодня смотрел ролик один. Ну, едут, это самое, сейчас во всех машинах стоят, как бы, веб-камеры такие они записывают, ну, все происходящее на дороге, да? Вот. И они, несколько там фрагментов, как машины, переворачиваются, везет машина груз, бревна там огромные, вот. И на повороте эти бревна падают, и там другие машины, вот. И сзади они едут и снимают это все, и они смеются, понимаете, над происходящим. Как с большой сфуры падают бревна огромные, давят другие машины, а наблюдающие над этим смеются. Как над этим можно смеяться, что с тобой должно произойти, чтобы ты осмеял это? Ну, что сказать, само воспитание, сама жизнь. Ну, одно то, что пустота в душе и нет сочувствия этому. А это все придет к тебе. Я вчера много смотрел последние часы Жукова, это ролики стоят. Хрущева, что он перед смертью попросил? Перед смертью уже совсем. Водки дайте выпить, ягурец закусить. В чувство пришел Хрущев. А что он сел, то и высеялось. Ему как-то пришли, ты вверешься, пишешь воспоминания. Он говорит, мне на суд Божий идти, могу ли я сейчас лгать? Такие слова сказал. Вот, я про другого считал, когда его комсомолец, ну, в комсомол вступил. Крестьянский сын, отца-то раскулащили, он тут остался тут или как-то такое вот. Ну, и устроился там, вот, и в армию взяли нормальную. Командир вызывает его. Так, Трошин, по вашему приказанию, комсомолец, расчет такой-то комсомолец там явился. Он посмотрел на меня, как рукой брякнул по столу. Вражина пробрался в армию, волчий билет ему в зубы. Ну, и выгнали, а потом посадили. И вот, говорит, когда я сидел там, в это время кто-то пришел и говорит, чистка идет в военных рядах. Такое-то счастье знал, командир? Да, это мой командир, полковник был. Расстреляли. Я, говорит, впервые, широко перекрестился и сказал, есть ты Бог. Долго терпишь, да крепко бьешь. То есть, вот в такие минуты нас Бог загоняет, ну, людей. И человек начинает уже глаза поднимать кверху. Нет ничего. Выхода никакого нет. И я, говорит, тогда взмолился и стал припоминать. Бабушка же молитвы считала. Я, говорит, отче наш. И у меня, говорит, буквально вождь заел. Говорит, ну, отче наш. И дальше не знаю. А потом избавь от лукавого. Не знаю. И спросить некого. А сижу приговоренный к смерти. И я, говорит, ни о чем не думал. Только молитву эту просчитать. И какие-то там дальше перетрубаться. И ему заменили на 10 лет. А когда уже вышел, вот теперь, я, говорит, это все у меня в уме здесь стучало. Теперь вот это семечко проросло. Бабушкины молитвы. А нет, совершенно не верил. Вот у нас тут один был бригадиром потеряевки. Сейчас сообщают, он умер. И он, говорит, перед смертью, у него, говорит, собака была там. Он один жил уже. Коза там, кошка. Собака подошла, говорит, и ему руку лижет. Он умер, она, говорит, зашла еще раз ему там. Полизала руку, вышла и больше ни от кого не взяла ей пищи. И через сколько там дней сдохла. Кошка сдохла. У него, говорит, отношения были хорошие с козликом с этим. И козлик отказался от пищи, и козлик сдох. Все. В житиях святых иногда это описывают. Он неверующий был. Но вот это показано было. Жалость природой самой. Сама природа плачет. Вот, я не помню уже, кто тоже в интернете видел, человек какой-то, ну, я не знаю, как это, анализ какой-то провел, или он исторически проследил, насколько возможно, вот, древние племена, люди, всевозможные, там, дикари, да. Не было ни одной цивилизации, ни одного племени, чтобы были люди неверующие. То есть, это же, человек рождается, и у него возникает потребность как в пище, так и в этом духу. А это невозможно от людей скрыть никак. Это именно так. Вот Монтейн, философ, он, он писал об этом. Отрицать Бога у гроба ближнего или под звездным небом может только явный преступник или сумасшедший. Вот такая мысль заложена. А этот, он путешествует, Плутарх, по всему миру, говорит, я обошел, говорит, весь мир. Ну, по его понятиям, тогдашний мир-то. Я встречал народы, у которых нет правителя, живут просто так. Я встречал города без стен. Я встречал нации, не имеющие денежной системы. Но я не встретил нигде такого дикого и грубого народа, который не имел бы веры в Бога. Плутарх, кажется, в второй книге написано. Нет? А почему тогда у всех свое понимание Бога? У кого-то он милостивый, да, а у кого-то он наоборот какой-нибудь молок, там, или, я не знаю, да и подхуженный бывал он. Почему? Причин несколько. Это уровень самого человека. Сколько он сделал преступлений. Вот сейчас бы спросили меня, как вы считаете, кто больше преступник, Ленин или Гитлер? Даже я бы задуматься не стал. В тысячу раз страшнее и грешнее Ленин. Это Дмитрий Смирнов говорит. Большего преступника не рождалась земля. А почему? А почему он просил прощения у стульев? У кровати, у всем, где он был. Зачем он это делал? Когда из комнаты в комнату тащился кое-как и просил прощения после расстрела старской семьи. А тащевицы пишут. А Гитлер, а Гитлер верил в проведение. А что такое проведение? Это высшее человеческое разумение. Мы иногда тоже можем Бога назвать проведением. Он не говорил Христа. Вот она нерба, это общество. Зачем он по всему миру искал эти тайные знания, которые вот эти новые изобретения, не игрушка, говорит, это американцы-то захватили это все. Ну и у них же к ним Вернер фон Браун-то оказался-то. А ты, говорит, действительно такие самолеты, ракеты, Пауэлл? Да так. Он нацист. Нацист. Ведь он эти бомбовые удары-то ракетами наносил по Англии. Почему его не судили вместе со всеми на Нюрнбергском процессе? Он им нужен. И вот здесь, когда Гитлер-то там все делал, искал, вот это, говорит, открытие, которые были даны-то, это даны, говорит, оттуда. Чертежи готовые были даны. Сегодня показывают. Документы это показывают. Значит, он искал в Тибет, посылал везде. Везде они искали какие-то дыры. В Грузии, везде. Где, что потусторонний мир, почему он именно ждал, он бы мог раньше жизнь покончить самоубийством позже, накануне 1 мая. А что такое 1 мая? Бальпургевая ночь. А что это? Шабаш ведьм. Что он там, в разных шрастрах, как Даниил пишет Андреев, занять соответствующее высшее место. И гебельствуют всех детей, чтобы там быть вместе и прочее. А тоже верили. Но во что? А как тогда Гитлер? Более умного человека не было, любящего свою страну народ. Но при одном условии, что нет Бога. Если Бог есть, а Он есть, это был сатана в человеческом образе. И гибель почему его была? Да потому что поднял руку на народ Божий. Не благословлял, а проклинал. Вот я доходил до этого, все считая, собирая вместе и увидел. Какой бы ты ни был умный, как бы ты ни любил народ государства, но без Бога ты ничто, хотя бы приобрел весь мир. Ну вот откуда берется такое сочетание? Вот сейчас опять к этим монахам тибетским вернусь, да? Вот там, где Рей был, да? Это самое. Они, вот давайте посмотрим на их жизнь. Они ведут благочестивую жизнь. Можно сказать, жизнь, ну как бы противопоставленную этому миру, да? Они проповедуют вот это именно нестяжание, да? Ну казалось бы, близко и к нам в этом отношении веру. Вот. И в то же время поклоняются вот с этими их масками, да, бесцовскими, поклоняются их Богу, который там в Экаре Кайлас сидит. Как это может вот нестяжательство вот вместе с этой злобой сочетаться? Не только нестяжательство. Они даже рыбу не едят. Они, когда, говорит, дождь пройдет, черви ползают. Они идут, монахи прогуляются, и щеточки с дороги червей убивают, что там переселение душ и прочее. Вера отслышания, отслышания от слова Божия. Слова Божия нет. И поэтому вникать в них книги, все эти веды и прочее, что говорит-то? И вот то, что у них есть, вот я понимаю, там в мусульманстве какая разница, это все-таки взято многое, по наслышке он где-то взял. А здесь ничего нету. Сплошное отрицание Евангелия, Библии. Он не отрицает, но когда мы сравним, видим, почему. Вот это сломая почему мы находим в Слове Божьем, больше нигде. Живого Бога не знает. Потому, если мы встречаемся с буддистами, начинаем беседовать, я не могу сказать, а вы такие-то как коммунисты, ваши развратники ограбили народ. Нет, они хорошие. И монашество там фактически от буддизма все пришло сюда. Если бы, ну, дальше разбирать, оно не пришло оттуда, но оно предваряло его, так сказать. Ну и как? Очень просто. Был такой Спиридон, он среди бурят проповедовал. Такая книга его вышла. Он был на благовестии, миссионерскую работу вел среди них. И вот однажды он выступал. Заранее, видимо, предупредили, собрались ламы, их священство как бы. И он им говорил о Боге. Они говорят, очень ученые, грамотные. И вот когда он кончил, один из них сказал, дорогой, вот вы нам рассказали, и все хорошее, и Христос хороший. Вот наше учение тоже хорошее. Если бы наше учение люди все приняли, то они могли бы спать спокойно. Не воруют, ничего. Но если бы ваше учение приняли, никто бы не стал спать. Они бы день и ночь славили Бога. Но скажите, почему вот мы ждали, когда пройдет железная дорога, вот это сообщение с миром будет. Мы радовались этому. Но вот, говорит, провели железную дорогу. Дети перестали нас слушаться. Жены наши стали болеть болезнями, носы проваливаются у них. Валяются наши жены. Вы говорите нам о Христе, а у вас рот в крови. Я, говорит, стоял оглушенный. Я ничего не возразил. А у меня, говорит, там конь привязанный, два мешка сухарей. Я ехал, ну, питание-то было с собой. Я, говорит, на коня и не мог залезть. Я взял его под усы и сгорбившись пошел. Дошел до леса, упал. И до вечера лежал вниз лицом и плакал. Господи, какой урок я сегодня получил. Люди в сплошном заблуждении находятся. И они лучше нас. Вот это ваш вопрос. Почему? Как мы перед тобой, Господи, ответим за это? Бревна падают. Да тут бы только увидел он, он бы, не знаю, в какую сторону поехал и рыдал и плакал, видя их. Нет. Даже, говорит, Герман, Геринг, когда показали советский фильм, как там в Освенциме трупы бульдозером в ямы сваливает, и, говорит, смотрят на него, он прослезился. Человек железо. О нем все неотрицательно отзываются. А тут... А это бревна падают, давят, там кого-то сбивают. Может, машины в них ударяются. Они сидят, смеются. Это отжившее поколение. Не нужно. Это манкурты. У них ничего нет на уме. Как в американской школе спросили девочку. Что самое главное? Самое главное для женщин. Но ты растешь. Что самое главное для тебя? Вот что... Кто бы сказал что-то? Она ответила одно. Самое главное... Показала... Это то, чем занимается женщина. И мужчины. Мальчика спросили, а что самое главное? Они говорят, деньги, деньги, еще раз деньги. Вот и все. Вот откуда все идет. Они так научены. Они учатся. Они разные... Там это медитация. Вот у нас молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это молитва короткая. Но еще есть короче. Господи, помилуй. Вот. И когда человек больной, не может читать. Один монах говорит, ну что? Не могу очень до конца досчитать. Читай Иисусова молитву. Попроведать пришел. Он говорит, не могу уже. Сил нету. Ну лежит там парализованно или что. Ну считай, Господи, помилуй. И когда он сказал, говорит, и это не могу. Он говорит, все, пора уходить. А у них О, мане падме хум. Вот и сидящий на лотосе. О, он выходит. О, мане падме хум. И наконец он доходит до совершенства. Выходит на звезды, смотрит. И О, вся молитва О. Это наша молитва, Господи, помилуй. И где они, эти люди будут, которые не слышали? Это один вопрос. А которые слышали и отвергли, это уже другая статья им. А если они о Христе вообще не слышали, и они такие были, об этом послание к римлянам говорит, Господь, говорит, будет судить по совести, которая их то судила, то оправдывала. И поэтому говорить, что там будет по-нашему, нет. Там будет все по-другому, как мы думаем. Не открыто вера от слышания, от слышания от слова Божия. Почему нужны миссионеры, благовестники, а их и нету. То есть единицы. А остальные только к себе подгребают. Вот православные ходят. Я миссионеров православных практически не знаю. Может быть, два-три. Благовестники, да, проповедники, это проповедники, Гитлер проповедник, и Маус Зайдун проповедник. Люди не понимают даже различия в этих словах. А это значит полностью должен довериться Духу Святому, и Дух Святой покажет, говорить или не говорить. Что именно говорить? Сколько говорить? Какой вывод сделать из того, что ты о человеке узнал? Они этого ничего не знают. Вот у сектантов он подходит им, и сразу мне рассказывает, знаете, вот Христос приходил на землю, он умер за наши грехи. А я стою и слушаю его. Проходит минут 20. Так вот вы хотите верить? Я говорю, а почему вы меня спросили, верю я или нет? Я это все знаю, 50 с лишним лет. Как знаете? Ну почему у вас всех одинаково? Ты берете, хватаете? Я сначала послушаю, поговорю, посмотрю, а потом что-то скажу. Выбрать надо из того, что нужно. Увидеть, где у него там то место больное, на которое Господь, не я, Господь может надобить. У миссионера это, у него идет там работа, десяти академий, они этого не знают. Ему Бог открывает, не человеческие знания. А сегодня, вот она идет, кричит, эти люди возвещают путь спасения. Как он увидел, что это Дух такой-то? Выйди из нее. Один из моментов. Собирается идти в Асию, Дух не допустил. Там пошли, другое не допустил. Что делать? Да там же ждут нас. Не могу. Павел не может. И вдруг ночью является муж македонянин, видимо, Чернявый, Югослав. Приди к нам, помоги. Все, теперь идем. Сегодня нет. Сегодня икона явится. Икона. Тут монастырь построят. Икона пришла. Икона на дереве была. Иконники. Страна икония. У миссионера этого нету. Он только прислушивается мужа. Я по опыту, знаешь, по опыту общения с различными конфессиями с людьми. Знаете больше всего, что их цепляет непосредственно в вашем общении с ними? Когда вы их называете сектантами, это самое больное место. И вот они, я тоже недавно общался с людьми, и вот они как бы обижаются на вас сильно за то, что вы так говорите. И они говорят, ну пусть он не называет нас сектантами. И тогда будет все. Мы готовы любого его принять, только бы не называл сектантами. Вот что вы вкладываете вот в это слово? Пускай идут к Скоротовскому. Для него они не сектанты. А зачем пришел, тогда непонятно. Потому я должен сказать одно слово, и это не я определяю. Это классическое определение несоответствия учению, которое идет в церкви, и нет рукоположения. Я им поясняю, вы лучше, если взять 100 баптистов, 100 православных, ну какие-то весы взвесить по нравственности. Не пьют, не курят. Хорошие семьи, хорошие работники. Но Бог смотрит-то на что? Для Бога не это главное. Для Бога главное, чтобы мы приняли Его, они уверовали, и были в церкви. Они не в церкви. И вот у меня, я вел занятия в университетах, когда и говорили, вот баптисты там приходят. Ну как, вы неужели думаете, что Дух Святой не трогал людей? Вот я был наркоман. Я вот, там приходили баптисты в зону, я тому обратился, я говорю, от Бога. Тогда тут православные священники сразу, вы как имеете право-то говорить? Какой же вы православный? Это вы сами сектанты. Какой там Дух Святой? Они против церкви. Ребята, я же не сказал, что рай открытый. Я сказал о том, что всякое доброе даяние от Отца Света, Павел говорит. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Эти фразы вы объясните. Православные вообще не хотят видеть этого. Но написано так. Никто, никто не может назвать Иисуса Господом. Ни один мусульманин Его не может назвать Господом. Ни один буддист. Это речь идет о миллиардах. А как? Духом Святым. Вот они уверовали. Ты был наркоман, уверовал. А Дух, он взял тебя и на первую ступеньку поставил. Это от Бога. Но далее ты должен шагать дальше. Ты переходи дальше. Ты должен в церкви быть. Ты уверовал во Христа. Теперь, а где церковь? Почему ты доверил? Да где? В лесу, где бы ни были, молились. Тогда церковь не нужна. А где двое или трое? Так он Христос сказал, я посреди них. Я посреди них. Но не церковь еще. Так Христос и не церковь. Христос установил определенный порядок. Вот он двое или трое молится, молящиеся ему. И он помогает Духом Святым в нужном направлении. Почему? Ибо не знаем, о чем молиться, как должно. Дух Святой ходатайствует за нас в опиягава очи. Вы эти слова-то примените. Вы не по Библии рассуждаете-то. Они не знают этого. Почему вам во время разговора вы не приводите местописание ни одного? Вы не можете сказать, Дух Святой покинул вас. Вы остановились на этом. Теперь бьетесь против икон. А иконами был уставлен весь храм, где был Христос. И говорит, мой дом, дом, молитва нарещется. Я вот о чем говорю. Им не нравится. Но я обязан сказать, иначе с меня Бог взыщет. Я обязан сказать одно слово. Почему? Вы не в церкви, отсеклись от нее. А всякую ветвь, не приносящую плода, отсекает. Какой плод? Ну, давайте так. Вы хотите Павлу подражать? Подражайте мне, как я Христу. Конечно. Все согласны? Все. Вы простите меня, давайте подпишемся, чтобы вы назад не отступали. Да ну зачем? Я подписываюсь. Подпишитесь. Подражать будем Павлу. Ну, все остановились. Ни один не подписывается. А почему? А тут другой дух ходит. Я их сразу обнаружу. Я с ними 50 с лишним лет разговариваю. 50 это не два дня. Как один из Чикаго написал. Они не всегда обижались на слово Северное? Обижаются всегда почти. Но не все. А он говорит, я в интернете нашел православный. Библию знает. Обращенный, рожденный свыше. А так как же так? Я так никогда не встречал. Я, говорит, сейчас так его смотрю. Но когда увидел, что он называет нас сектантами, знаете, мне до того противный он сделался. Все. Мне не надо его благоволение искать. Ну, а другой говорит, и что интересно, он говорит, баптистов на меня в пух и прах разносит. А они его уважают. Ктиту 1.5. Ну, объясните, что это означает? Евреям 7.7. 3-4 места писания. Объясните. Ни под каким видом не хотят беседовать. Ни один, ни два. 50 лет ни одного еще не было. А которые были, которые согласились, все до одного стали православными. Бог сразу открывает этот шибер, эту задвижку эту убирает. Ну, я печными терминами пользуюсь. Вот почему. Наше «Я» на первом месте. А я должен склониться и сказать, как тебе угодно. По-своему, они правы. Но вот сейчас в любой храм зайди, в любом городе России, в любом селе, и ты увидишь там идолопоклонников. Там одни идолопоклонники. В любой абсолютно, без разницы. Ты увидишь, что люди ходят и целуют иконы, почитают их за живого Бога. И только так оно есть. Поэтому они говорят и настаивают на этом. Но тут все еще требуются подробности. По-любому. Вот они ходят там, целуют. У нас никто не ходит и не целует. Почему? Такие же самые люди. Ходили, целовали. Теперь мы беседуем где-то. И там в храмах они. Эти люди перестали ходить, целовать. Работать надо. А они идолопоклонники. Нет, они верят во Святую Троицу, веру считают. Живут по-христиански, причащаются. Они так научены. А не является ли это отступлением? Бог разберет. Но это не надо делать. Чтобы ходили все время там. Если икона это первообраз, кому поклонение относится. А зачем тогда Казанская, Иверская? Разделяете. Прямо иконе праздник-то, иконе. Тут они правы. Но и тоже надо пояснить. Я знаю. А если они кланяются? Не является ли это полным отступничеством от Бога? Не является. Никак. Потому что она верит, так понимает. И церковь приняла иконы. Но тут должен быть определенный, говорится, градус. Да никто ничего не понимает. И у меня десятки тысяч людей писали. Понимаете? Ну, среди них единицы, которые мало-мальски что-то понимают. Людям нужна икона для того, чтобы... Я же говорил недавно. Мне письмо одна написала женщина. Просила для кота своего, ну, одного там целителя. Икону заказывала. Ну, что? Вот они не знают. Объясняй. А там на десяти тысячи, может быть, один понимает. А ты скажи, какое помнище? Человеку такая вера не нужна. Начинаешь объяснять, им это не нужно. Им нужна вот именно такая вера. Да. Обычная. Да. Писание об этом говорит. Писание. Они, говорит, любят это. И дальше поясняет пророк, что они любят. Они любят, и поэтому... Тем более священник травит против. Ну, мы сумели это сделать? Сумели. Потому что трудились, объясняли людям. Надо говорить и трудиться. Православие – это истина, на которую нанесли... Вот Григорий Петров говорил. И строится не царство Божие, а царство попов и монахов. Вот эти пристройки, объяснения с иконами. Я говорю, скажите, два миллиарда мусульман. Вы видите, что делается? Но если бы сейчас вам сказали, в самом начале мусульмане были против всякого изображения, потому что он слышал, а там Мухаммад-то, и так и сделал. Вы откажете от этой иконы, чтобы мусульмане вас не взрывали? Не откажетесь? Я с баптистами разговариваю. Скажите, апостолу Павлу хотите подражать? Вот дальше я начал говорить. Он говорит, если брат соблазняется, не буду есть мясо, пить вина. Подпишитесь под этой фразой. Все? Попятились? Почему? Утроба несытая. Но вы знаете, Великий пост идет. Живете среди православных. У вас две семьи здесь, все остальные православные. Почему вы от мяса не откажетесь, а демонстративно едите? Для православных-то вы антихристы настоящие. Почему ты не смиряешься, не порабощаешь плоть? Да как же она наш храм? Вот храм ты ухватил, да у тебя не храм, доминная печь Черповецкого комбината. Вот такая утроба, в дверь не влазишь. Какой это храм? Храм. В храме должно благоухание, молитва быть. Какая у тебя молитва-то? Ты молитвы наши утренние, вечерние посчитай. Сколько там заложено? Своими-то словами ты не разгонишься. Ты считай псалтырь, какой охват, какая поэзия. Псалтырь они не считают, то есть она для них не молитвенная книга. Я их очень хорошо знаю. Я сколько времени у них проповедовал скапидр, будучи православным. Вот он выходит, пресвитер, и говорит, вот к нам приехал, называет меня, все оттуда там, он православный. Но он знает Слово Божие. Послушаем все, послушаем все. Я только сказал Слово, только сел по вопросу с капидры. Почти он сказал, говорит, вы поведете все собрание. Не проповедь сказать, а все собрание. В это время согнулся, чтобы его там не сильно видно было. Другой пресвитер, а там на другом языке, республиканский. Вы останьтесь, у нас сейчас наше собрание будет на нашем дагестанском языке. У вас с перевозчиком. Нам обязательно это надо. И только закончил, другой подходит. У нас на чеченском языке. Вы обязательно скажите Слово. А вечером с молодежью. Я восемь часов у баптистов проповедовал в одном доме молитвеном. Они этого не знают, попы наши. Вот я вернусь по поводу чревоугодия. Ну, не священник большой, а... Ну, там под роликом, в переписке вопрос такой задал. Я сейчас открыл, его зачитаю не целиком, а так вот. Вот он, я там сказал, что чревоугодники и царствие Божие не наследуют. Вот. И он попросил из Писания показать, где именно написано о чревоугодниках. Ну, я ответил ему. Вот. И потом он опять спрашивает, насколько каноны церкви отлучают чревоугодника. Одно дело человек убил или прелюбодействовал. Тут все понятно. Для монахов первых веков чревоугодием считалось едение вареной пищи или вкушение пищи более двух раз в день. Где та граница, где вкушение пищи превращает в творение из нее Бога? Неужели у всех полных епископов чрево является Богом? Вот он спрашивает о границе, как ты можешь угадать, чревоугодник он или не чревоугодник? Как вы определите? Чревоугодник, а то, что выше нормы. Вот когда был отец Кирилл Сахаров у нас, я ему сказал. Даже безбожники это знают. Какой вес? Даже ты хочешь узнать, чревоугодник ты или нет. Вес твой. Вот у меня рост метр семьдесят два. Нужно сто пять отнять. Сто семьдесят два, сто пять отними, еще получается. У меня маленько ниже уровня даже этого. Шестьдесят четыре сейчас может даже иметь килограмма. И рост. А как узнать, чего угодья где-то? Ты определяешь. А на сколько отлучает? Отлучения нет за это. Нет канона такого. Написано так. Без страха уточняют себя. Златоуст это высмеивал. В проповедях везде. Как город к осаде готовится. Тебя что, говорит, жертву хотят принести? Ну, жертву, чтобы тучную, жертву тучную вознесу. Как будто ты баран какой-то жирный. А отлучения за это нет. А он если толстый, ну, он умрет рано, еще что-то будет. Ему самому-то с такой вот показывает там кто-то священник или кто идет, а такое пузо у него, тут народ бы не вышел-то. А канонов на него нет никаких. Нету канонов. На пьяницу два года, как он бросил пить, два года отлучен. На это есть. Пост не соблюдает. Пост. Два года. Вот нарушал пост на два года. А он в это время соблюдает. Ну, два года пройдет, это соблюдение будет уже защитено ему. Я говорю про каноны, я ими очень много занимался. Ну, да как написано? Ну, написано, я говорю, что написано. Даже вот такой простой вопрос. Если простой как будто бы. Если у баптистов Дух Святой, не знаю. Момент обращения был. Это я могу доказать. Надо опираться на священное писание. Как Серафим Саровский говорил, он должен плавать в Евангелии. Вот он должен к нужному берегу приплыть. Без страха уточняют себя. 72-й псалом. Выхатились от жира глаза их. Отсюда бродят помосты сердца. Злобно разрушают плевету, говорят, свысока. А блуд и человека, так сказать, объедение, они связаны между собой. Это в одной упряжке идут. И все. Вот, отче, не могу. Вот только глаза закрою, говорит. Там, говорит, голая девица с таями. Как этот Филиппов говорил в собачьем сердце. Он, говорит, я молился о тебе. О твоей подчревной страсти. И Господь показал, главное это чревное у тебя. Ты не давай ему, не подкладывай пищи, огня не будет. То есть, вот, невинной пруденцией у Николая Семеновича Лескова хороший рассказ об этом. Как он полюбил язычник, а она христианка, не может отбиться. Наконец, на остров увезла его и в пещеру залез. Он залез, она лестницу убрала, слезти не может. И дальше она стала готовить. Прошло дня 3-4. Он полумертвого снесли оттуда. Она там горшок, плов сделала. Вот выбирай, тут роскошная ложа. Он даже не поглядел скорее. Когда поел, а ее уже нет, она уплыла, а служанка осталась. И когда мать приехала, там ей просили, как же свартизать ее, уже она держала двойню на руках. Погаси эту страсть. Чревную, а потом почревную. Вот откуда. Это же с разных сторон надо ее долбить. А вот столько-то я удержу. Один опускал руку в кувшин, как обезьян ловит. Сколько сухарей возьму. Он вначале полный кулак захватывал и не мог вытащить. Это все. Это все для него, для монаха. А человеку, который раньше пилили бревна повдоль, для него как раз нужно было 4 фунта мяса. И церковь никогда не остужал. Конечно, если нет поста. А на вся энергию у него уходит. А человек сегодня для туалета живет-то. Если все обработать туалет, может земной шар кормить несколько лет, если отобрать жиры и прочее, что выходит. А к этому подойдет. Подойдет, обязательно подойдет. Вот сейчас эти фекалии все выпускают. Где еще он в Сингапуре обрабатывает. И он пришел и дал пить. Там советский был. Так как? Он говорит, замечательная вода. Так это оттуда взятое, с туалета. Вот такая обработка идет. В Германии ресторан есть, где готовят очень хорошо. Ну вот видишь как. А я задавал загадку. Скажите, вот сейчас человек сморкнулся, вот сблевал и прочее. Ну и такая машина есть. На ваших глазах это все. Там жук, там лягушка, мышь. И все это в машину перемешала. И оттуда идет пища хорошая. Там сосиска или что-то. Вы будете? Да, конечно, нет. Говорит, смотри, даже противно. Вы говорите, и то противно. Я говорю, а курица все это ест. Вот она мыши, мы показываем за мышью. Все бегают. Червяка ест, блевотину съест, сморкнул она съест. Все съедает. И вот она обрабатывает внутри. У ней там аппарат такой есть. И это яичко ты не знаешь, покупаешь. У тебя и глазунья, и что угодно будет. И ты сделаешь это. И будешь есть, и знать не будешь. Почему Божье? Божье человеческое, большая разница. Ты почему доверяешь курице-то, а не доверяешь химическому заводу? И все. У меня тут болело те дни. Как бы не болело. У меня аж повреждено плечо-то. И воспалился опять нерв. Я вверху так вот долго там откручивал. Это у меня 55 лет назад. Один у меня руку выкручивал, а другой рванул ее там в мундире одетая. И повредили нерв. И у меня 55 лет. Я раздеваюсь, раздеваюсь вот так стягиваю. Виктор Андреевич, меня натер один раз. Я знаю, что твои боли в плече. Там нерв очень больной. У меня много болели плечи. Да и вот недавно болело опять. У меня очень сильно болело. Я три дня только сидел на кровати. Вот так вот раскачивался. Ни сна, ничего нет. 15 лет назад у меня было. Я даже больше разносил Библии. И лямкой натерло. Я разделся. Весна была. И вот несколько дней назад. Он один раз натер. Мась оставил. Не буду натирать. Я уже уснул. Уснул. Сейчас легче. Сегодня даже руки поднимаю. Три дня не мог поднимать. Болит плечо. А я сразу. Господи, а как же брат Сергей это все терпит? Я вышел на улицу. А он лежит. Полез к голубям. А он лежит. Боже всемогущий. Да как это? Я даже прикинуть не могу на один день твою болезнь себе. И поэтому для меня живой пример. Я не в похвалу ничего. А просто говорю как. Что случится? Я сразу вспоминаю вас. Замолчи. Все. Сам себе говорю. А мне удивительно даже, почему люди него. А мне вот такое Господь дает смирение, что я спокойно к этому отношусь. Я даже не знаю. А я думаю, я только для этого и предназначен. Мне кажется, что а как иначе, так и надо жить. Но он уже настолько смирился, привык к этому. Мы работаем с ребятами. Я долго рукой молотил. И рука вот так вот. Даже согнуть не могу. Ну, всю жизнь работаю. И говорю, это что? Да, работал. А как же брат Сергей наш? И все. И кто-то что-то заболеет. Я сразу на вас показываю. И говорю, и умолкни, и чтобы не было. Ты вообрази. Ты сейчас пошла сама. Даже больная там в аптеку или куда-то. Он никуда не может пойти. Только одна мать. Это легко ли? И поэтому Бог дает нам живые примеры, как маяки, чтобы мы смотрели и сравнивали. Не, после трех лет уже человек адаптируется. Но человек такая тварь, что привыкает ко всему. Я очень жалею людей, парней молодых, которые только попадают. Это привыкнуть к этому. Первый год, вот как люди привыкают. Вот это муки, это просто непостижимо. Их невозможно представить. Ну, год. А через три года уже это легко переносится. Вот первый год, главное. Нет. Нет, не легко. Как у вас выходят эти камни, вы сказали, раздирает. Даже вот в другой раз я представлю. Ой-ой-ой. И все. Больше ничего не могу. Как это легко, когда все с кровью из вас идет. Там разные трубочки. Я скажу, у меня вся промежность зажимается. Я болею прямо от вспоминания о вас. Ну, здесь, конечно, это редко бывает. Поэтому привыкнуть сложно к этому. Я вот перед отъездом из деревни полтора месяца, наверное, лежал у меня. Эти ставни закрыты были. Ну, я работаю по ночам, а днем сплю. Я даже не видел, как осень наступила. Вот. Понимаете, я уже настолько вот, ну, как бы не чувствую этого мира. Я от него настолько далек уже. Ну, мне даже не интересно, что там происходит. Меня вынесли. А тут уже все листья облетели. Осень, зима, ничего. Помоги тебе, Господи. Вот у нас тут воскресенье было, ходили в церковь. У нас была еврейка. Фаина Соломоновна. Ну, и она не была членом, но она была среди нас. А потом взбунтовалась. Я сказал, говорю, судя по всему, что написал даже в книге, вот как евреи поступали, там, Иерусалим наполнил от края до края кровью, там, седеки, там, какие были цари. И что они делали. Христа распяли. Вот. Создается впечатление, как будто Бог ошибся, что избрал такую кровожадную нацию. Самая кровожадная, говорю, в мире. Как она взыграла. А знаете, что я знаю с людьми, евреями, там, с банкирами. А вот если они узнают, что вы говорили, так я, говорю, уже подарил им книги, там, все. Так? Так она потом разносила бумаги, там, на меня, ну, там, что, критикуя, как бы. А потом в конце написала, да, вы любого жида за пояс заткнете. Не еврея, не евдея, жида. И вот она недавно ехала в автобусе и дернула, упала, она сломала там бедро, шейку, это опасно так. И сказали, она в больнице. Ее посетили, наша сестра, и она мне передает, чтобы я за нее помолился. Я сразу сказали в пятницу, а в воскресенье я уже был у ней в палате, и будет ролик такой, как мы там были с ней. Уже старого ничего нету, не вспоминается, нету. Она нуждается в помощи. Все по-хорошему. Игнатьевич, у меня бабушка, она польская еврейка была. Ну, то есть у меня, ну, если по еврейским законам, да, то вот тетка моя, отцова сестра родная, она уже как бы по-женски линии, она еврейка, да? А отец у меня уже, если он рожден от русского, то он уже считается не еврей, да? Они неправильно судят, только мужчина считается. Евреи перевернули все, женское, неправильно. Семя мужское, семя. Авраам родил Исаака, не говорит, Сара родила. Исаак родил. И дальше перечисление идет только по мужской линии. Это они не знают, или не знают, или, да как так написано везде, накормил Христос. Я вот хочу спросить, как считать, как они или как от Господа? Они же, это же неправильно, они вымыслы их не. А что считать, эти родословные, бесконечно родословные Павел назвать? Нам это не нужно, мы просто говорим, как бы вникаем в историю. Как это было? Не, на работу надо. Володя пошел на работу, простись, братом. Пошел. Благослови его. С Богом, Володя. Давай, Володя, выйду вот это. Никак, в этот вопрос даже и вникать не надо. Кто, от кого, от чего, главное, что нас избрал Господь. А православные прямо, вот сейчас выставили на меня ролик-то, подлинный там лик. Я сказал, я избранный. Как они это? Я сказал, вы нападаете, вы будете, то и то будет. Они на это тоже многократно, многократно повторяют. Ребятишки маленькие. Что избран ты, откуда заряди, слово избрание. Господь говорит избранным святым. Я даже сейчас минутку, буквально одну раз разговор зашел. Сейчас слово заряжу, скажу. 81 раз говорит Бог об избрании. Они как огня боятся. Грешны, многогрешны, супергрешны, гипергрешны. Да кто за тобой пойдет-то? Ты свидетельствуй о Боге, о его любви, что он тебя избрал. А без избрания много званых, мало избранных. Если я не избран, ничего еще и не было. Слово избрание православных как огня боятся. У нас, видите, у нас не принято. У других там детерминациях, у всех всех принято это. Нормально воспринимают. А у нас еще просто приучены. Можно научить людей этому. Ну, она и на приучены. Это хорошо, что приучены. Но научение-то Господне надо куда-то. Вот, допустим, в Новом Завете, я сейчас только покажу, сколько. 1 Петра 2.9. Но вы род избранный. Царственное священство. Народ святой. Люди взяты в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из Смирщу на свет. Не молчать. Дальше. 1 Петра 5.13. Приветствую вас, избранная, подобно вам церковь. Это ни один, ни два раза. Ваше избрание. 2 Иоанна 1.10. 2 Иоанна 1.1. Старец избранной госпоже. Приветствую тебя, дети, сестры твои избранные. Это 2 Иоанна 1.13. Павел 1.1. Избранный к благовестию. Кто может обвинять избранных Божиих? Римлянам 8.33. 9.11. Ну, то есть, везде. Приветствую Руфа, избранного в Господе. Римлянам 6.13. Куда они глянь? А православные боятся? И как можно? То есть, вопреки священного писания, я сказал, что это неладно? Они не могут сказать. Ну, почему, если я знаю, что я избранный? И как избранный? Ну, а почему вы определяли, что вы избранный? Ну, потому что мне Бог доверил. Матфея 20 глава 16 стих говорит, много званых, мало избранных. И 22.14 опять повторяет это. Но ради избранных сократятся те не один, а все избранные, которые на земле. 24.22. Вот так. Чтобы привестить избранных. 24.24, говорится. Почему боятся от этого слова? Потому что они избранные? Ну, потому что человек завидует. Человек, я не знаю, избранный, он всегда понимает, о чем говорится-то. А только завидовать можно. А они не знают свобод. Что такое свобода? Я говорю, патриарх не свободен. Кто в системе находится, не свободен. Андрей Кураев говорит. Вот я говорю, а мне не все равно, говорит. А я думаю, что епископ скажет, как подумает там. А Игнатий говорит, а там все равно. Наши соборы, тем более, говорит. Какие соборы? Не вселенские. А вот сегодня решение приносят. Этих самоубийц, отпевать можно и прочее. Как я могу с этим согласиться? Никогда в церкви такого учения не было. Ну, смотря что вы называете системой. Некоторые само православие называют системой. Учения наши, наши догматы называют системой. Тоже правильно. Но мы должны тогда разъяснить, как вы сказали. Тогда сказать, что в системе я понимаю зависимости. Я говорю, а почему ты молчишь? А меня сразу уберут. Я говорю, ну ты же видишь, обижают его. Почему молчишь? Идет эти допризывники, там выпили, провожают. И он, майор, ведет их, и как матом загнул там в Новосибирске, на вокзале внутри. Я подошел. Почему вы молчите, милиция? Да сейчас, Семеновцы. Я подошел. Почему никто больше не подошел? Я говорю, на вас смотрят. Вы еще не увели, теперь убивать их там будете? Зачем вы эти слова говорите? Ну, проведите хотя бы их и там, скажи, ну чего ж ты прилигешь так? Он еще не солдат, присягу не принимал. Почему он молчит? Я говорю, вы видели, вот так-то, так-то неправильно. Ты, епископ, почему ты молчал? Так меня сразу запретят. То есть он в системе находится. Ну, ты можешь сказать вот это, сказать правильно, по слову Божию. Ну, не могу, у нас так не принято. Ну, этого нигде не написано. Иконы – это усыновление Божие. Но поклонения нету. А поклонения иконам ни одного слова в Библии нету. Я должен это до конца договаривать. Да, конечно. Не смертельно. Я любовь свою так выражаю через образ. Мать получила фотографию от сына в армии. Она взяла и поцеловала. И да поклонится она или нет. Чувство любви выразается различно. И к этому не надо принуждать. Если человек любит, он первым подскочит и в трамвай посадит и везде. На доброе дело не надо, говорится, пинка давать. И поэтому везде надо знать, что сказать. И где грань, за которой смертельно. Там я уже, меня там нету. А икону? Мощи. Мощи все захоронить. Да как же у вас? Я подхожу и поклонюсь. Сергию Радонежской, я тут был. Поклонился, поцеловал, раку его. Я признаю. Но не так, что без этого нельзя. Вся мощь в мощах. Нет. И навязывать я никому не могу. Нигде указания нету, чтобы я мертвым вырезал ноги, а потом за костями за этими гонялся. Это труп. Ну я сам, я сам с радостью поцелую икону. Я и в одну ее тоже, как вы говорите. Но дело в том, кто как относится к этому. Вот. Во, так учить надо. Учить надо. Я подошел к одному, а он магистр богословия. Я могу назвать Борис Пивоваров. Он в Академгородке сейчас. Брат родной Александр Пивоваров, который сгорел в машине. Протоиерея. Я ему говорю, заходят бабки и по иконам склоняются и там целуют. Георгий победоносец бьет змея. Они не достают. Змея целуют. Смотри, змея целуют. Он внизу змеет, а Георгий-то на коне его там не достанешь. Ну да. Ну и поговорил с ним. Ну оленько-то учите. Я не ожидал какое. Проходит какое-то время. Он написал трактат 94, кажется, страницы. Игнатий иконоборец. Ты понимаешь, нет? Я сразу понял. Иезуит. Инквизитор. Но. Когда он с этим материалом сунулся к архиерею. А архиепископ Гедеон Докукин был. Он ему только сказал. Отец, не тем занимаешься. Не надо этого. И он, когда его посетили, он в печку бросил этот трактат и сжег. Даже замещание только сделал. Смотри, что 94 страницы написать. Это грамотный человек. Вот у нас канонизированный миссионер был Глухарев, архимандрит Макарий. Среди ойротов трудился. Кажется, 475 человек крестил. Ну, он переводчик священного писания был. Да какой-то Борис Пивоваров большую роль в этом сыграл. Тут он положительно. Надо уметь разграничить. Я беру даже доброе, даже от самого недоброго человека, от Ленина. Фраза одна. Он говорит, наша радость от трудовых успехов. От трудовых побед. Мне очень нравится эта фраза. Ну, или вот любимец Гитлера Ницше. А он сказал, я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Здорово. Да. Для чистого все чистое. Да. Левитам 10-10. А это Павел говорит, отвечайте. Одно нечистого, нет нечистого. На сквернины ум их и совесть. И все об этом. Если я даже поем, не положено есть звероядину. Но Протопов Аввакова говорит, и я прикоснулся к ним, потому что там 400 человек от голода умерли. Воевода Пашков уморил. А там зверь растерзал, нашли какое-то там неизвестно кто, лось или кто. Долбили и мозг выдолбили. Но когда вернулся, молитва очистительная в церкви существует. Нам от церкви никуда. Нам без церкви смерть. Продолжение следует.